Тунгус 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 Домов и эвенков нет. Они живут в чумах, дю. Чум можно быстро разобрать и построить снова, когда будет найдено место для нового стойбища. Состоит чум из нескольких палок, жердей, покрытых шкурами оленей. Все свое имущество эвенки хранят в специальных коробах, которые сами изготовляют из бересты, и в ючных мешках, изготовленных из шкур и меха животных. В центре дю находится очаг. Костер в жилище разжигали зимой и в ненастные дни. Летом просто оставляли дымокур. Слева от дверей находилась женская половина чума со всеми кухонными принадлежностями. Там же можно было найти мешок с инструментами для обработки шкур, кожемялку и игольницу. Рядом с игольницей лежала люлька с маленьким ребенком. Если это был мальчик, то когда он подрастал, его отправляли играть на правую сторону чума. По бокам от очага располагались кровати хозяев жилища. Место хозяина дю называли маду. Оно находилось за костром против двери. Там хранились все охотничьи принадлежности. Туда же усаживали гостей. Женщины овенки очень трудолюбивы. Ведь пока мужчина на охоте добывает пищу, она должна приготовить еду на костре, установить жилье, обработать шкуры из бересты, уметь делать посуду, ухаживать за оленями и собаками и, конечно же, воспитывать детей. Самых маленьких овенков перевозят в специальные колыбели, которые подвешивали обереги, защищающие от злых духов. Игрушками малышам служили фигурки людей и животных, сделанные из дерева, костей оленя или коры. Тунгусы считали, что мир делится на три части. В небесах живут божества Солнца и Луны и пасутся стада небесных оленей. Вход в верхний мир находится рядом с полярной звездой. В нижний мир ведут подземные источники. Там живут злые духи и души умерших. Срединный же мир вместе с людьми делят духи природы. Душа есть у огня, гор, рек, многих растений и животных. Эвенки народ, который до сих пор сохранил веру в различных духов. С особым трепетом эвенки относились к медведям. Считали, что медведи умеют превращаться в людей и понимают человеческую речь. А потому и обращаться к хозяевам тайги нужно уважительно. Нельзя было нападать на спящего медведя. А подходя к берлоге, нужно было отвести от себя и соплеменников подозрения в убийстве. Например, сказать, не Тунгус к тебе пришел, а Якут. Обряд Синкалавун предшествует охоте. Для удачной охоты шаман сплетает из прутьев изображение зверя и стреляет в него из лука. Если стрела попала в цель, охота будет удачной. Охотнику остается только пойти в лес и повторить меткий выстрел. Поскольку эвенки считают своим предком медведя и называют его дедушкой, они не выбрасывают кости съеденного медведя, а складывают в специальный лабаз на высоте двух метров от земли. То есть как бы хоронят по такому же обычаю, как еще в древности хоронили людей. Еще одним тотемным животным для эвенков является ворон. Эвенки верили, что все вороны – это бывшие люди, которых боги превратили в черных птиц за нехорошие поступки. При этом ворон и медведь в представлении эвенков являются противниками, но ворон всегда сильнее. Поэтому, охотясь на медведя, эвенки мазали лицо черной сажей и размахивали руками, подражая воронам. Эвенки также уважали оленя. В некоторых эвенкийских поселениях оленей до сих пор хоронят как людей. Во время погребальных обрядов эвенки приносили оленей жертву. Эвенки очень ценят единение с природой и считают, что зверя можно убивать только для пропитания. Нельзя портить природу, а необходимо оберегать и защищать ее. Рыбу также принято ловить лишь для еды. Маленькую рыбешку принято отпускать. Эвенки обожествляли огонь и представляли дух огня в виде старушки. Они сохранили обычаи кормления огня, когда после приготовления пищи в огонь надо бросить лучший кусок. Связь между миром людей и миром духов держали шаманы. Любопытно, что само слово шаман эвенкийского происхождения. Тот, кого называли этим словом, мог путешествовать по всем трем мирам, лечить болезни, общаться с умершими. Шаман носит костюм с множеством подвесок, шапку с рогами оленя, бубен и многое другое. Основу рациона эвенков составляли мясо и рыба. Ели мясные бульоны, кровяные супы, вяленое и копченое мясо, вареную рыбу, ягоды, орехи и лук. Муку делали из сушеной рыбы. Зерновая мука появилась только с приходом русских. Эвенки очень своеобразны и талантливы, что нашло отражение во всем, что они изготавливают. Своеобразный эвенкийский орнамент присутствует во всех изделиях, которые изготавливают эти талантливые люди. У каждого племени есть свой, присущий только им, орнамент. Преимущество – это геометрические фигуры, треугольники, квадраты, насечки, полосы и другое. Орнамент наносился на бересту, на кости, из которых делали упряжи, ручки ножей и посохов. Наиболее яркое и выразительное искусство эвенков представлено в одежде. Костюмы эвенков были яркие и красивые, одежду украшали вставками из меха другого цвета и меховым орнаментом. Для украшения легкой замшевой одежды использовали вышивку и бисер. Покрой по фигуре, разнообразный орнамент и гармоничное сочетание цветов всегда выделяло одежду эвенков от других народов. Летние одежды и обувь эвенки шили из сукна и замши, зимние – из оленей шкур. Наряд мужчины составлял из ноговиц, набедренника, нагрудника и распашного кафтана. Зимой эвенки даже надевали шарфы из хвостов пушных зверей. Женские нагрудники и кафтаны украшали полосками и шкур, конским волосом и металлическими элементами. Российский исследователь Матиас Кастрен даже назвал тунгусом дворянством Сибири из-за их любви к пестрым нарядам и многочисленным украшениям. Особое внимание стоит уделить такой вещи из быта эвенков, как кумаланы – это коврики из шкурок нерпы. Кумаланы служат не только в быту, но и являются своеобразным символом родовых территорий. Многие работы эвенкийских мастериц – это подлинное сокровище народной культуры. Любимый праздник эвенков – Бакалдын. Это эвенкийский Новый год, который по обычаю эвенки встречали не 1 января, а после долгой зимы, в самом начале лета. В это время соседствующие роды собирались в одном стойбище и целую неделю обсуждали, кто как перезимовал, а также 6 ночей подряд танцевали. Со временем Бакалдын переродился в праздник встреч. Его проводят по очереди в разных селениях, обычно по 3 дня подряд. В первый день на большой поляне устраивают стойбище. Второй день начинают с обряда встречи солнца и очищения. Все гостей окуривают дымом можжевельника, после чего они должны пройти через расщепленное дерево. Потом каждая родовая община рассказывает собравшимся о себе и своих предков, угощает их национальными блюдами и таежным чаем. И все три дня участники праздника поют народные песни и пляшут национальные танцы. А теперь давайте послушаем чудесные эвенкийские сказки. Росомаха и лисица Задумала старая росомаха со своим стариком новое место для жилья поискать. Слух шел, что за рекой и зверей много, и птица водится. Вот и решили они свой чум со всем добром через реку переправить. Пошел муж росомахи в лес березку драть для лодки. А старуха свое добро в сумки положила и села на берегу, старика поджидает. Смотрит она, плывет по реке лодочка, а в ней лиса. Приплыла лиса к росомахе и говорит, «Давай-ка я тебе помогу, сумки с добром в своей лодочке переправлю». Обрадовалась росомаха, схватила сумки и потащила в лодку. До краев поклажи набралось. Хотела росомаха и сама на сумки сесть, но лиса сказала, «Погоди, не садись, так и утонуть можно. Сначала я вещи перевезу, а потом и тебя». Оттолкнулась лиса веслом от берега и поплыла. Только не на другой берег, а по течению реки. Все дальше и дальше уплывает лиса. Поняла тогда росомаха, что обманула ее хитрунья. Села на камень у воды и заплакала. Летел мимо дятел и услыхал плач росомахи. Узнал он про ее горе и полетел следом за лисой. Перелетел напрямик через лес к большому мысу. Сел на кусту воды, наломал прутиков и ждет, когда лиса до него доплывет. Вот поравнялась лодка с кустом. Дятел ловился больным и стал просить, «Лисичка, разболелась у меня голова, возьми меня в лодку». Взяла лиса его в лодку. Спрятался дятел за сумками с добром, его и не видно. Плывут они дальше. Лиса на корме сидит, а дятел уткнулся носом в лодку, да и стал долбить ее незаметно. Тонкая береста вскоре прорвалась. Стала в лодку вода набираться. «Что это? Не как лодка течет?» спрашивает лиса в испуге. «И верно, течет», отвечает дятел. «Должно быть, где-то на бересте шов разошелся. Надо скорее к берегу причаливать». Подъехали к берегу. Выскочила лиса и говорит дятлу. «Ты бери поклажу из лодки, да тащи ее на берег, а я пока в лес пойду. Еловой смолы поищу. Заделаем дырку и дальше поплывем». Только лиса из лесу утрылась, дятел сложил вдвое прутики и заткнул ими дырку. Потом сел в лодку и поплыл к росомахе. «Бежит лиса из лесу, смолу несет, а лодка уж далеко по реке уплыла. Дятел, разбойник, вернись!» «Нет, лисица, не вернусь», отвечает дятел. «Не твое это добро». Приплыл дятел к месту, где чем росомахе стоял. Обрадовались старики. «Ну, говорит старик, что же мы этому доброму дятлу в награду дадим?» И сшила старуха дятлу замшевую курточку, разукрасила ее цветной глиной, а на голову пеструю шапочку надела. Стал дятел нарядным, красивым, а старик был хорошим кузнецом. Выковал он дятлу крепкий стальной клюв и выточил когти. И с тех пор ходит дятел в пестром наряде, а стальным клювом самое крепкое дерево продолбить может. Собаки и человек Возле чума на снегу сидели три собаки. Пастушья Оронка, охотничья лайка, ездовая нартка. Собаки спорили. Оронка хвалилась. «Я человеку первая помощница. Я ему стерегу самое дорогое — оленей. Вот почему хозяин должен давать лучшие куски мне». «Неверно, ты говоришь, Оронка. Я лучшая собака, — отвечает нартка. И самые жирные куски хозяин должен припасть для меня. Ведь я вожу его добро. Без меня он не мог бы и кочевать». Лайка сердится. «Какие вы хвостуны! Без меня вы бы все наголодались. Ведь я охотнику добычу в тайге ищу». Спорили собаки, спорили. Бросились друг на друга и начали драться. «Да так, что шерсть по ветру летит!» Каждая кричит. «Я лучшая собака!» Вышел из чума человек. Собаки подбежали к нему и наперебой гордятся. «Я лучшая собака! Я добычу в тайге ищу!» — хвалится Лайка. «Нет, я лучшая собака! Я нарты вожу, кочевать помогаю!» — ворчит нартка. «Нет, нет, я лучшая собака!» «Я олени стерегу!» — старается перекричать Лайку и нартку, а Ронка. Человек смеется. «Ишь, загордились!» «Нет у меня лучшей собаки среди вас!» «Всех одинаково кормлю!» «Все одинаково мне нужны и дороги!» «И не пропадем с голоду!» «Пусть хозяин узнает, как без нас жить!» — уговорила Лайка собак. Вышел хозяин из чума. Ни одной собаки нет. Убежали. Прибежали собаки в тайгу. Увидела Лайка Белку, залаяла, по снегу забегала, Белку на сосну загнала, хвалится. «Я свое дело сделала!» А Белка спокойно на дереве сидит и Лайки ничуть не боится. «Ведь охотника с ружьем около нее нет!» Подбежала Нартка к Лайке и говорит. «Пустое твое дело! Белку на дерево загнала, А кто же в нее стрелять будет без хозяина?» А Белка по-прежнему на ветке сидит, качается. Подняли собаки носы, на Белку смотрят. Голодные рты облизывают. Долго так сидели, потом жалобно завыли. Ночь прошла, утро наступило. Лайка вскочила. «Зайца чую!» И побежала по свежему следу. Зайца нашла, лает, гонит к Нартке и Аронке. Нартка говорит Аронке. «Садись, я тебя подвезу к Зайцу, Ведь я издавая, а ты пастушья!» Вон, видишь, Заяц навстречу бежит. А Заяц смотрит, улится. Собака на собаке едет. Прыгнул он через овраг и в чаще скрылся. Прошло несколько дней и ночей. Собаки совсем отощали. Шерсть на них вылезла. Ребра голые выставились. Лайка жалобно воет. «Смерть нам в собаке приходит! Что будем делать?» «Не прожить нам без человека!» «Зря мы на него обижались!» Решили обратно к чуму человека идти. Пришли. Услышал человек шорох, вышел из чумы. «Ага! Мои беглецы вернулись!» «Эх, подтянуло вас!» «Проголодались бедняги!» Человек дал каждой собаке по большой жирной рыбине. Обрадовались они. Жадно рыбу грызут, по сторонам оздираются. С той поры собаки друзьями человека стали. Ему верно служат. И между собой не спорят. Аронка оленей пасет. Лайка добывает. В тайге добывает. А нартка поглажу возит. Как карась плоским стал. Жили-были два приятеля. Медведь и карась. Медведь почаще бродил. Орехи и ягоды ел. На солнышке грелся. А карась в речке плавал. За мелкими рыбешками гонялся. Часто виделись приятели. Подобедовали. Вот как-то раз пришел медведь на берег. А карась его уже ждет. На самом припеке плавает. «Здравствуй, дедушка!» «Здравствуй, карасик!» «Ну, как живешь?» «Ничего. Только очень жарко сегодня. Шуба-то у меня. Знаешь, какая теплая. Да солнце так еще припекает. Так ты лезь ко мне в воду. У меня тут прохладно. Сегодня здесь и птицы, и мышки водяные, и выдры. Все купались. А медведь и морду-то мыть не любил. Не то что купаться. Обидным ему показалось, что карась его в воду приглашает. «Как же я к тебе полезу? Я под водой дышать не умею. Ты на земле жить не можешь, а я в воде не могу. Каждому свое!» Захотелось карасю подразнить медведя. Он и говорит. «Что ты, дедушка? Я и под водой, и на земле жить могу. Видишь, сколько времени у меня нос из воды высунут. Хочешь? Проверим, кто из нас крепче. Ты попробуй в воду нырнуть, а я тем временем на берег выпрыгну. Кто дольше вытерпит, тот и выиграл». Согласился медведь. Карась прыг, хвостом вильнул, выскочил на берег, в травку лег и говорит. «Ну, теперь ты в воду полезай». Страшно медведь устала, а делать нечего. Сунул он в воду кончик носа. «Нет-нет», кричит карась, «ты с головой полезай». Сунул медведь голову в реку, чуть не захлебнулся. Не может он без воздуха быть. А карась все кричит. «Глубже, глубже ныряй, а то у тебя на затылке шерсть-то совсем сухая». Этак не считается. Расхрабрился медведь и в воду кинулся, да едва жив остался. И в нос, и в уши вода набралась. Чихает медведь, фыркает, головой крутит, лапами отмахивается. «Уволь», кричит, «не могу я в твоей речке жить». А карась насмехается. «Видишь, я и в речке, и на речке жить могу. Лежу на травке и терплю, значит, я крепче тебя». Рассердился медведь, размахнулся, да как ударит карася лапой. Был карась круглый и толстый, а тут сразу стал тонкий да плоский. «Вот такими живи», сказал медведь, и в лес ушел. С тех пор и стали караси плоскими. Простите юши до 3 лет а parfois многих испытал герой. «Аллианское вер NotфInter» А за 5 лет. Простите юши до 5 лет. «Аллианское верно». С тех пор откликнулся эмоцион с нескольким. Исли 있arnya вы société, Geschichte начали від трудятся плос golf герой у crashes и ветją globally use裝 печки